Здоровеньки ребята, вы на канале Фордмак. Ну чё, Кель? Кель только! Я выпустил видео по маразму с разоблачением от Келя, и понеслась куча просьб по Келю, и я решу, как говорится, почему бы и нет, все-таки стоит посмотреть, заценить, я же мать на Авито, я же мать или барыжу. Я Келя смотрела камнем давно, потому что я немного шаю за его хантом. Ух, ну это хорошо, как говорится, есть человек шарящий. Вообще, я привык видеть такие вот видео, я же мать на Авито, в виде таких чатов, где реально мамки начинают клянчить коляски за бесплатно. Ой, а можно мамочки бесплатно? Потому что мамочка. Еще доставьте мне, пожалуйста, в другой город своими силами огромную коляску или кроватку. Короче, вы же сможете, я же мамочка с ребеночком, а сама не могу. И честно, у меня от таких, реально от такой наглости порой меня бомбило. Одно дело, я понимаю, когда реально человек не может, а другое дело, когда он начинает клянчить просто тем фактом, что у нее есть ребенок. Это меня реально бесит, но давайте уж посмотрим, что да как. Кель, надеюсь, как говорится, на гору хороших шутеек. И че, поехали. Что такое Холокост? Праздник. Что в нем происходит? Радуются все. Желаю всем детям, всем их родителям счастливого Холокоста. Блять, серьезно, сука? Серьезно? Такого хуя? С наступающим Холокостом. Блять, господи. Ой, это, блять, по-моему, Стип. Я уже про эту игру почти забыл. Предыстория. Недавно выставил... Аааа, там такая физика снега. Ну, кстати, реально, я помню в свое время и очень хвалили за физику снега. Блин, я знаю, что не по теме видео, но, блин, Стип реально не мог смоется. Просто обидно, что как-то игру не особо потом развивали. Объявление на Авито от двух котят. Нашел их на улице, отмыл, вот они. Прикольные, да? Но у себя, к сожалению, не мог оставить вот прям никак, ибо, сами понимаете, им нужно внимание, забота, а я вот не могу это физически им дать. И чтобы их не травмировать, я, собственно, и выставил объявление на Авито. Дам котятка за бесплатно в добрые руки и решил тщательно подбирать ему хозяин. Мне написала пара-тройка человек, как бы ничего необычного, со всеми пообщался, но, если бы не одно но. Среди всех мне написала некая Людмила, по совместительству мать. Да. Пизда. О, блядь. Созвонились по телефону, диалог я, кстати, записал. Уже, как говорится, настороженно. Ну, покажу попозже. Давай-ка. Самый лучший комментарий попадает в следующее видео. Так вот, начну сразу с диалога с ней. Открываемся. Так. Орай. Общение Авито, началось все цивильно. Здравствуйте. Вы отдаете котенка в добрые руки? Хороший голос для озвучки, мы почти едем, да и визуализация неплохая. Да, но только в добрые. Мне нужно убедиться, что для котенка будут все условия и окончательно скажу после личной встречи. О, да, условия есть. Для котенка лотки, миски, все осталось. Для ребеночка берем. Ну, так что, когда сможете привезти котенка? То есть, понимаете, она считает, что если она мать, это идет ей только в плюс. Но вот я считаю наоборот, ибо дети нередко бывают жестокими. А что значит все остальное? Ну да, кстати говоря, как минимум, был уже опыт, как минимум, то, что мой братик маленький неосознно, потому что он был совсем просто коротышом, малышом, который вообще не шаль, как говорится, ни за что. Хотел, чтобы один раз наш маленький котик, Барсик, покупался. А у нас была бочка небольшая с водой на улице. Сами понимаете, что случилось? Очень было печально. У нас раньше был котенок. Не подумай, у нас хороший ребенок. Но кот шипел на него, а здоровье малышам не дороже. Сам понимаешь, но мы очень хотим котеночка. Он такой миленький. Когда сможешь мне его привезти? Вот адрес. То есть, понимаете, она просто выкинула котенка за то, что тот сразу не прижился. Вероятно, просто боялся, что неудивительно. Был он котенок. Да и дети часто, сами того не осознавая, пугают живот. Для них он как игрушка. Что-то неживое, его можно выкинуть. Так слышу шутки из грифинов. Ой, щеночек! Блин, щеночек сломался, мне нужен новый. Ну и, короче, я написал, что... Меня реально порой пугает, как дети вот... Детям вообще не объясняют родители о том, что питомцы это реально живые существа и что, типа, у них нет понимания, что это как бы жизнь, что это живое существо, которое может пострадать, пораниться, отравиться. И когда такого нет объяснения, для детей это так. Поигрался-поигрался! Мама, он в окно летит! Котенок летит! Мама, почему он истекает томатным соком на земле? Что с котеночком? Он сломался? Котенка вряд ли отдам, решу все при личной встрече. Как это не отдашь? Этого мы не выкинем. Просто царапался, шипел. Ребеночек мне дороже, знаешь ли. А мне дороже котенок. Так когда ты сможешь нам его привезти? Познакомимся. Мне нужен этот котенок. Ребеночку очень понравился. Вам надо? Вы и приезжайте. Вы, видимо, не понимаете? Я с ребеночком. Короче, чуваки, дальше я прекрасно понимал, как пойдет. Какая разница, блин. Если ты хочешь котенка, ты его приедешь и заберешь, блин. Парень тебе как бы не курьер. Парень и так отдает котенка-то бесплатно. Так что какого хера? Диалог я решил спровоцировать, но я не знал, что ее так разорвет. А, так вы мать? Да, я мать. Мне поебать. Что? Хамло. Я ему тут свою жизненную ситуацию рассказываю, а ты себя... Жизненную ситуацию, которую, как бы, во многих случаях ты сама себя поставила. Так что... И вопрос. Что это за разговор? Просто котеночек красивый. Нам нужен, блин. Если ты хочешь, ты сама его заберешь. Ну ладно, я понимаю. Киль, конечно, да. Сказал, что мне поебать, чисто чтобы разорвать ее для контента, но... Как ведешь? Дубина. Мать, мне насрать на твою ситуацию. Не мне тебя учить жизни. Думаю, диалог окончен. Учить теперь буду тебя, парогенератор. Нет бы дверь такая войти в положение и... Войти в положение. Ребенок что? Больной. Ему нужен друг. Я не понимаю, что это, блядь, такое, типа... Какое положение? Положение, чаще всего, это когда реально какая-то ситуация. А тут просто ребенок, который, как бы, уже, ну, не он спровоцирует, но факт того, что из-за этого ребенка и вообще ситуация, которая сейчас происходит, уже один котенок, возможно, на улице. А может, еще что с ним сделали? Может, они вообще его в мусорку кинули в пакете, поверьте. Ситуации такие бывают. Минимум, у меня уже были случаи, когда я выходил выбрасывать мусор, а из помойки, из помойного ведра достаются маленькие кошачьи всхлипы из пакета. Я смотрю на дне, а там маленький целлофановый пакет, в котором завязан котенок, и он задыхается. И пакетик надувается потихонечку, пока котенок начинает замолкать. И что ты сделал? Ну, я пакетик порвал его, я, конечно, его вывел, но вот что дальше с ним я делать не знал, я его оставил, потому что, как бы, к сожалению, котенок уже был такой, в очень паршивом состоянии. Там уже бесполезно было. Во-первых, он уже, у него глаза были краснющие, прям бордовые. Во-вторых, он пытался выбраться, его, походу, кинули очень жестко, потому что у него уже, ну, кровь текла. Потому что его, походу, очень так жестко кинули на самое дно мусорки. Это пиздец был, реально, там буквально просто вот пластический, знаете, пакет с фаршем был в некоторых моментах. Это реально же, я вообще не понимаю тварей таких, блядь. Все есть, все возможности, блядь, есть. Объявления в интернете, в газету, куда угодно, отдаем котенка. Нахуя, блядь? Если вы не хотите, чтобы ваша кошка плодилась, ну так стерилизуйте ее, блядь, господи. Я просто реально... Самое смешное, что это не первый, не единственный случай. Я таких котят, которых выкидывали в пакетах, дохуя видел, это, сука, страшно. Я знаю, что меня бомбит, простите, пожалуйста, но мне реально просто страшно, когда я вижу животных в завязанных пакетах, которые медленно умирают. Это, сука, страшно. Там еще щенки, по-моему, даже один раз были. И порадовать ребеночка. Давай сюда свой адрес. К тебе приедут знакомиться конь дурной. Холодец. Развелись тут интернет, герои. Что, не зубдаешь? Ты че, перепутал берега, котенок? Зубки теперь давать ты будешь. Это че за угроза такие быдлянские, блин? Че за хрень? Повторюсь, адрес пиши быстро. Блядь. Людмила, че, сука. Муж, сука, как раз вскоре. Муж, сука, придет с тобой кебаб-то читать. А че, пидарас, кота не отдаешь? Мы вообще-то хотели шаурмичную открыть, а ребенок жалуется, блядь. Нас они тут. Пятый. Где? Муж, сука, как раз вскоре освободится. И говорить будут, сука, с тобой. И нахер мне твоя собака сутулая не нужна. То есть, ну вы сами понимаете. Собственно, после этого диалога я понял, что можно продолжить по телефону и при случае заснять личную встречу с ней. Открыв ее аккаунт, я нашел, что она продает сапоги. А кто не знает, на авито продавцы выкладывают, ну, свои номера вместе с товаром. Типа для связи, чтобы покупатель мог им позвонить и обсудить. Собственно, что я и сделал. Алло. Да, здравствуйте. Увидел ваше объявление на авито. Высокошки. Да, да, да. У вас номер почему-то не определяется. Вы откуда звоните? Это я с работы звоню. Ну, это в нефтяниках, мы же слышали, у нас завод французский и джендельмерский. Посмотрите, ты, сука. Суще на этом. Я с усыдусь. Походу уже. А, ну, джесскиран, кстати, тоже реально классные акционеры. Неважно. Так, сапоги у вас кожаные или замши? Там что-то не написано. Да, замши. Я их покупала, получается, отринавшихся чего-то под юзис. Но, за счет, они у них идеальные. Я буквально там пару раз их носила. В общем, сейчас обед у нас, да. Сможете приехать ко мне на завод? Я вам тут пол бы постучу, по щечкам положу. Как будто бы пиво сразу же передайте на шкафу. Не, 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 я просто хочу, чтобы вы ко мне приехали с сапогами. Заодно котенка посмотрите. Я вам там полбудам. Ну, чисто постучу. Ну, по приколу. Алло, мать соображает. Десять минут назад переписывались. Ты меня искала, что-то там мужем угрожало. Рил, ты ногу взял. А откуда у меня твой... Я не понимаю, нам говорят, что в рот, что ли заснуло. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я же... Блядь, я порой реально не понимаю, что они там селуют с телефона. А, ну, может и хуй, реально изо рта. Собственно, диалог вышел небольшой. Тупка она более не берет и вообще даже телефон выключила. Но это ожидаемо. Хотя по голосу вроде молодая женщина. Она не поняла, откуда у меня ее номер или че. Короче, не суть. Хотя от двоих я приютил к одной бабуле. Все с ними отлично. Далее я уже специально разместил объявление о продаже телефончика. Ибо это так прикольно, когда на тебя бы горят. Это помните, мы группу FEMOX зарейдили. Причем закрыли ее. И вторую еще почпокали. Просто посмотрите на это с моей стороны. Ты сидишь с чашечкой кофе. Смотришь, как вы разрываете им жопы. Ну, FEMOX. И на меня льется поток говна в личные сообщения группы. А мне прикольно. Так вот, я решил не искать дебилов. Не сказала бы, что такое. О, здорово, Атекс. Чем стоит гордиться. Ну, может он имел в виду, знаешь, группу таких не этих, так сказать. Неадекватных феминисток, а радикальных. Радикальных феминисток тоже не имеют. Не, ну имеется в виду, знаешь, таких прям вот жестких, которые там... Есть адекватные люди, есть, нет. О, кстати, тоже смотри, Атекс. Я того, как их движения или взгляды не продерживаюсь, это не значит, что взгляды неадекватные. Значит, что люди неадекватные. Ну, может, реально там попала, знаешь, такая группа таких неадекватов. В таких движениях очень сильно влияет человеческий фактор. То же самое, что с национальностью. Ну, да. Национальность плохая, просто человек мудро. А сделать ловушку для дебилов. Прям как на рыбалке. Я сделал наживку Xiaomi Redmi Note 4. Это вот такой телефон. Я решил продать свой старый телефон. Ну, совместить полезное с приятным. Выставил его за 5000 рублей, хотя покупал за 14000 рублей. А, так вот, телефон я быстро продал и забыл закрыть объявление. Спустя пару дней, открыв Авито, Нузипа вспомнил, надо бы закрыть объявление. Мне написала пара-тройка человек. И среди всех была Екатерина. Я тут вообще ничего не понял. Вы продаете телефон, а какая цена? 5000. А для молодой мамочки? 5000. Ясно. Сука, что не ясно, блин? Ничего не ясно. Брать будете? Расхотелось. Почему? Вести себя научись. Ха, понятно. Написал же, торг уместен, а скидку не даешь. Факт того, что ты мать, это не повод для сброса цены. Ой. Идалят машины. Ёпт. Попущенная гниль. Охренеть. Пипец, то есть... Я представляю, как у неё ребенок хорошо себя ведет таким. Таким-то воспитанием, ага. Потому что у меня мама так сказала, я хочу, чтобы было все так. Сына, давай. Торгуйся. Я, блядь, не понимаю. Чё это такое? Блядь, аукцион какой-то, блядь. У меня есть прицеп с ножками, с ручками. Аукцион начинается. Пиздец. Войдите. Мой чуваки, это весь диалог. Ибо меня просто слили. Я вот правда первый раз был в таком замешательстве. Типа, чё вообще отвечать? Она в своем каком-то мире живет. Это примерно как в детстве говорили чуваку, отъебись. И он в ответ, отъебись. И типа, чё он это мне? Чё ему отвечать, блядь? Ща некоторые можно напишут. Это фейк, переписки не настоящие. И как бы вы правильно делаете. И я за вас рад. Ну, рад в том смысле, что вы таких еще не встречали. Тупы. Обновляю страничку, при вас все есть. Открываю ее аккаунт. Вот живой им пользуются. Просто мало ли там. Иногда я, ну типа, пишут люди. Ой, ты не бывает таких тупых. Бывает. Бывает, дружище. Как говорится, если вам что-то не встречалось, это не значит, что этого не существует. К сожалению, многие люди у нас реально живут в таком вот вакууме, что если типа я не встречался с дебилами или с дегенератами, значит дегродов не существует. Ребят, существуют. Еще как существуют. Просто вы везунчики. Я реально рад за вас, если вы реально с такими дегродами еще пока не встречались. В следующих маманей хочу обратиться с вами на бескрайние просторы сия интернет-руси-матушки. Если забылисти в различные паблики по типу подслушано. Подслушано Питер, подслушано Омс. Там люди часто пишут анонимно в поисках кого-то, отдают найденные вещи, найденных собак, сообщают важные новости. Как бы прикольно. Ну, думаю, вы понимаете, о чем я. Там нередко вылезает херня вроде этого. Короче, я не хотела рассказывать, чтобы не сглазить, но все-таки решилась. Время на третьем. Поднимаю подарочки, жду ваших подарочков. А, пишите в дурект, но только фирменные вещи и вообще-то мне нужен телефон. Желательно новый. И все-таки я стану многодетной мамой. Я жду. У этих людей... What? What? То есть просто потому, что ты залетела, тебе должны отдавать новые вещи. Нет, я, конечно, все понимаю, блядь, но это реально странно как-то, честно, ребят. То есть... Причем, не знаете, что убивает? Ладно, бы она просто просила, но такая наглость. Фирменные вещи и новый телефончик еще. А, Харя, не свисла с Вавилонской башни, блядь? Ничего нахуй. Какая разница, блядь? Фирменные фирмы, главное просто вещь хорошая. Если чей-то человек поможет, блядь, ты еще будешь предъявлять... А, но это не от той самой фирмы немецкой, которая делает лучшие, там, я не знаю, пустышки или колясочки. Пиздец. Отшибает чувство приличия. Они будто живут в каком-то сказочном мирке, где, если ты мать, ты самая ценная ячейка общества. И у тебя карт-бланш на свинство. К слову, раньше так возможно и было. Но сейчас нас 7 миллиардов. И это давно потеряло некую ценность для общества. Игри форевер. Я посмотрел другие профили и нашел вот такой. Напишите, пожалуйста, вот поставьте на паузу, напишите в комментариях, что вы думаете, почему все... А можно логику? Смотри. Она боится... Не знаю, это сейчас... Воскрыли люди все еще видят взглазы приметы, это нормально. Ну да. Не образовывалось население, все-таки в России живем, тут все тупые и нищие, это нормально. Ну, для этой страны. Так вот. То есть она сделала соцсеть посвященную своим детям, но при этом она свои дети технически не показывает. Да. И это надо вообще было создавать аккаунт, если ты боишься, что кто-то... А подожди, а в чем фишка? То есть хочешь сказать, типа, то есть... А в реальности у них что, дети в масках ходят, что лица не было? Ну да. И знаешь, детишки родились, чтобы сглаза не было, чтобы детишек не смотрели. Надевайте маску анонимусы. Блядь, я реально не понимаю вот этого суеверия, что типа, ли это... Лик ребенка нельзя показывать, что я хочу его сглазить. Блядь. Кому ваши дети обосрались вообще? Какая-нибудь такая бабка увидит? Ай, какой красивый владелец. Нашлю на него анальную порчу, чтоб срался каждые 2-5 минут. Проблема в том, что... Новорожденный, в принципе, так и... Их кишечник так и работает. Я понимаю, но это реально бред какой-то. Это ничего нового. Я просто реально, типа, гибаю, блядь. Сука, боятся порчи. Что там, я не знаю, там... Страшная баба, блядь, какая-нибудь вылезет или что? Я не понимаю, блядь. Во-первых, она защищает себя и своих детей от сглаза. Втрых она ебнутая. Ну, вообще, выглядит пиздец крипово. И, блядь... Вообще, перед тем, как делать вот это видео, я прочитал тонны постов в интернете, где мамочки просят одежду. Разные новые вещи, причем в наглую. Приму вещи в дар, только в хорошем состоянии. С доставкой до моего дома. Тех, кто не рожал, прошу не возникать. Поначалу я думал, это пишут какие-то тролли. Я полез на эти форумы, группы ВК, и оказалось, их там дохера. Нет, не тролли. Типа, если перейти на страницы этих маманий, это реальные люди. Они загружают фото. Например, вот многодетная мать спросила телевизора. И мне очень странно, почему именно эта часть населения плодится как кролики, а потом пишут, молодой семье нужна помощь. Ну, типа, я понимаю, почему так происходит. От недостатка ума и неумения оценивать свое социальное положение. Или банальное отсутствие мозгов. И как следствие инстинктивное мышление. Ну, или, возможно, потому что люди не знают, что такое контрацепция. Этот вариант я тоже не исключаю. Чё-то я загнул. Короче, это быдло. Ну, типа, многие, может, не согласятся, но сейчас покажу, почему они быдло. Вот, нашел на этих форумах авторку одного из постов. Тут вкратце говорится, что примет новые вещи в дар. И когда я ей написал, и она бы ответила адекватно, я бы извинился. Вот, добрый день, вы писали, нужна помощь молодой семье. Да, нужна. Как вы хотите нам помочь? А, советом. Что? Мой совет для молодой семьи – меньше размножаться. Как мне тебя жаль. Своих деток, вероятно, завести не можешь. Туалетный утенок. Узнала бы она, что... Продам коляску-трансформер недорого. Да, я понимаю, в России неофигенное материальное положение. Но чёрт, просить так в наглую вещи с доставкой до дома, причём бесплатно. Да даже ситуация с моим котёнком, про который я говорил в начале. Я отдаю бесплатно кота, за них вообще-то платят деньги. Даже на грёбаном базаре придётся вбахать немалую сумму. Так она ещё, блядь, доставку начала требовать. И искренне удивляться, что мне не насрать на неё. Я отказываюсь пугать котят переездами туда-сюда. Таким людям вообще нельзя доверять животных, да даже голубей. К слову, трустория, мне как-то голубь года три назад упал в вентиляцию. Типа сижу хаваю на кухне, тут хуяк, вытяжки начинаются, блядь, крики пиздецкого. Ну всё, да хуяк, апокепсис. Открывай, а там голубь. Ну охуенно, сегодня голубь на обед. Достал голубя, ещё цыплёнок или как их назвать. Короче, я искал ему три дня подходящего хозяина, пока не нашёл женщину, у которой свой курятник. И как бы да, я сдал голубя в петушарню. Но та женщина его выходила, и он живой и целый, всё отлично. И нет, не то чтобы я такая, мессия любящая всё живое, нет, я дохера чего и кого ненавижу. Но нужно быть человечным. Как по мне, это самое важное в людях, как и любовь к сладкому. Так вот, к я же матерям. На самом деле, пока я копался на Авито, рыл на них материал, там было очень много адекватных людей. В большинстве своём люди писали нормально. Дебилов, которых я показываю, к счастью, мало. Так что их ещё поискать надо. В общем, я бы мог бесконечно показывать вам такое. Я просто хочу, чтобы вы отличали тупых мандений. Блядь, это какое отношение должно быть к людям, что ты ищешь нереально пару себе, а спонсора, сука. Спонсора, блядь. Которые из себя строят не понятно что. И людей, которые реально в трудной ситуации. Ибо наличие ребёнка не даёт матери карт-бланш на свинство. Больше я сказать не могу, ибо в ближайшие два месяца мои руки связаны Ютубом. Такая вот у меня жопа. Ну, он на экране вылезет. Ну, не жопа вылезет, а в принципе не жопой можно назвать. На благо у меня есть второе. Соблюдение принципов Сауи. Короче, Кегля просто славил, блядь, это нарушение принципов Сауи общества Ютуба. Походу, страйкали, что-то это пыня. А, это как меня забанили за то, что я там в Титоке кого-то жирухой обозвала. Ну да, бизнес, согласна. Твой канал, и вас там уже десять тысяч. Это прям товарищи много. Я один раз... Я не могу назвать вещи своими именами. Канал, и вас там уже десять тысяч. Это прям товарищи много. Я один раз упомянул в конце прошлого ролика, и вас сразу же налетело тысяч десять. Короче, скоро залью туда видос. Может, уже залил. Короче, можете тыкнуть колокол, поставить лайк. Короче, вы сами знаете, что надо делать. А на меня все, не будьте мудаками и удачи. У меня болезнь цофилия. Меня очень тянет на собак. Бросила меня девчонка ли я? И сказала то, что я мудак. Я еб... Собак. Всегда готов. Сразу... Блин, они такие милые. Ну чё, ребята, вот такая вот хрень. Вот такой аттракцион обнаглевших людей. Вообще, не в целом, не только мамаш, но вообще людей. Это пиздец какой-то. Ищут спонсоров, блядь. С наглостью, как говорится, относятся к животным, как к игрушкам, блядь. Типа к вещам, что, ааа, не ради, не понимаешь. Я, я, я не понимаю такого менталитета у людей, когда они реально думают, что они цари и боги. И все им сойдет с рук. Просто потому, что они... Родили. Да пиздец. Какой ёбаный пиздец. В любом случае, ребята, на этом все. Кегли, спасибо. Великий Кель, мое почтение тебе. Респект тебе. Лайк. Поддержим чувака лайком, подписочкой. Ссылочки в описании. На этом все. Подпишись, поставь лайк. И спокойной ночи, дружок пирожок. Субтитры сделал DimaTorzok